Первым свободным микрофоном в сквере имени Ленина воспользовался Владимир Новиков. Депутат поднимал темы в отношении Ивана Голунова, как о предшествии того, что в России пытаются запретить свободу слова. Заходила речь и о губернаторских выборах в Оренбургской области. По его мнению, все кандидаты, которые пройдут муниципальный фильтр, должны будут это согласовать с партией «Единая Россия». Владимир Новиков, пользуясь случаем, призвал прохожих оставлять подпись в поддержку лидера КПРФ. Его поддержало около 20 человек. Мы-то должны требовать отмены муниципального фильтра. Мы должны требовать отмены конкурсной комиссии на выборы глав муниципальных образований. Женщину по просьбе организаторов с площади проводили полицейские. Кроме того, на акции поднималась тема и о действующей власти. Выступающих возмущало, что места министров постепенно занимает старая команда паслера из Свердловской области. Общественный деятель Владимир Тишин считает, что суть проблемы кроется не в управленцах. Какой-то кардинальной программы инфраструктурных политических изменений в области. Ее нет. Ее нет ни у Копишникова, ее нет ни у Паслера. Ее не существует вообще в природе. Ни одна из партий ее не предлагала. Соответственно, их функция сводится к распределению бюджетных средств. На нацли проекты, просто какие-то субсидии, дотации, субвенции и так далее. Как их распределить? И самый главный показатель – это эффективное распределение. Оппозиция же предполагает, что в интересах нынешнего в Рио контроль своей компании Т-плюс, которая выставляет читаем бушцам за электро- и теплоэнергии. По словам политиков, нынешние тарифы по соотношению с региональными нормативами завышены в два раза. На 98% компания находится на Кипре. То есть, по сути, все мы, платя за этой компанией, за наши коммунальные платежи, за электроэнергию, за теплоэнергию, на самом деле платим на Кипр нашему олигарху Виксельбергу, который номинально владеет этими компаниями. Если бы мы не выходили, менялось бы в отрицательную сторону еще быстрее. Да, все хуже и хуже становится. Но, во всяком случае, власть имущая хотя бы видит, что кто-то способен что-то делать противостоятельно. Поэтому мы будем выходить. Как оказалось, подобная акция проходит уже в 12-й раз. Ее организаторы каждый месяц 3-го числа публично высказывают свое видение на проблемы города и области. Валерия Шарова, Александр Грачев, городской телеканал ЮТВ.